Меня зовут Юлия Андреевна Шушунова, и сегодня мы с вами поговорим о технологии разработки такого чудесного документа, как ИПКР, индивидуальная программа коррекционной работы для детей с РАС. У нас будет небольшая теоретическая часть, и потом мы с вами займемся практической частью, попробуем вместе заполнить эту волшебную бумажку, посмотрим, как это делать правильно. Итак, мы с вами прекрасно все знаем, что по стандарту у нас предусмотрено 4 варианта программы. Программы эти учитывают особые образовательные потребности детей с разной степенью нарушения развития, позволяют обеспечить достойное обучение этих ребят, да, и равный доступ к образованию для всех обучающихся, с учетом разных их особенностей. Вот они, наши 4 основные программы. Вариант 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4. Итак, вариант 8.1 и 8.2, у них есть общее, это цензовое образование, да, то есть по итогу ребята сдают те же экзамены, получают общеобразовательный стандарт. Да, конечно. До школы? Нет, до школы здесь нет. Да, конечно. Присаживайтесь. Продолжим. Итак, вариант 8.1, у ребят у нас нормативное интеллектуальное развитие, и здесь проходит коррекционная работа, да. Нижнюю строчку пока не озвучиваю. Вариант 8.2, тоже цензовое образование, но мы здесь уже имеем задержку, да, какую-то определенную. В этом блоке образования у нас уже есть коррекционная работа, но еще есть пролонгированные сроки обучения. Вариант 8.3 и 8.4 – это не ценз, да, то есть мы сами все понимаем. В варианте 8.3 у детей есть легкая умственная отсталость, входит коррекционная работа, коррекционные курсы и пролонгированное обучение 6 лет. И вариант 8.4 – это уже умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость. Коррекционная работа, коррекционные курсы и пролонгированное обучение. И посмотрите на нижнюю строчку. Вариант 8.1, 8.2 и 8.3 включают в себя написание таких документов, как и ПКР, и АОП. Вариант 8.4, это уже отдельная история, это СИПР. Сегодня мы долго не будем по каждому, 8.2 и 8.3, самые такие ярко встречающиеся, поэтому по ним пробежимся. Что предусматривает вариант 8.2? 2.3, предполагается, что обучающийся сразу получает образование, сопоставимое по конечным результатам, с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, но есть пролонгированные сроки. Смотрите, какие. В этом возникают очень часто вопросы, да, вот по этому поводу. 5 лет, 5 лет обязательно, да, в основном ребята, которые приходят в первый класс, они уже имеют какое-то дошкольное образование. Будь то просто подготовка к школе или детский сад, да, соответственно, тогда 5 лет. 6 лет предусматривается только тогда, когда у нас ребеночек никуда не ходил, ничего не посещал, соответственно, тогда он будет обучаться 6 лет, да, с двумя первыми дополнительными классами. Что это значит? То есть вот этот самый первый год, он будет в принципе как подготовка к школе, да, то есть это вот то, что он не получил, что должен был получить. Что является обязательным для этой программы? Организация и расширение повседневных социальных контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, да, то есть этот ребенок, который обучается по программе 8.2, будет получать максимальное количество коррекционной помощи от службы сопровождения. Дальше, особое структурированное содержание обучения. Следующее, усиление внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения. Это то, где в принципе самый большой провал, да, эмоционально-личностное и общение, то есть на это будет делаться самый большой уклон. Дальше, формирование жизненных компетенций, ну тут все понятно, применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. То есть если мы понимаем, что нам подходит, да, все, ребенок берет тот материал, который предусматривает обычное образование, и ему ничего не нужно, мы даем как есть, да, то есть общие. А если мы понимаем, что ему нужно адаптированное задание или какие-то другие особые потребности, то, конечно, мы уже используем специальные. Так, вариант 8.3. Тут уже предполагается, что обучающийся сразу, осложненный легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной образовательной программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итогам с достижением образования сверстников, да, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки. Соответственно, 6 лет обучения, да, в связи с этим данный вариант АО предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс, а при педагогическое обучение в двух первых дополнительных классах, несмотря на то, что, да, где-то он до этого обучался или не обучался, все равно 6 лет у нас стандартно, то есть из-за этого получается увеличение общего срока обучения в условиях начальной школы, да, то есть ребенок приходит в 7 лет, учится в 6 лет, то есть, понимаете, достаточно такой большой кусочек. Итак, каждый ребенок перед тем, как попасть в школу, проходит ПМПК. На основании заключения ПМПК определяется образовательная программа, мы все с вами это знаем, которой он будет обучаться. Он попадает к нам, и у него есть диагностический период. Соответственно, педагог вместе со службой сопровождения, с педагогами-предметниками обучает этого ребенка, который какой-то срок, смотрит на него, да, и на консилиуме уже обсуждается создание специальных условий, всего остального. Ну и самое главное, да, что решается, это написание индивидуальной программы коррекционной работы, он же наш ПКР, и адаптированная образовательная программа АОП. Смотрите, ЭПКР, да, тут еще очень нужно, точнее, очень важно отметить, что возникают постоянно вопросы, кто должен заполнять эту бумажку, да, то есть, вот определите, скажите точно, кто именно должен вносить в нее свои цели, задачи, направления работы. Вносить туда все должны те специалисты, которые работают с этим ребенком. Это не только классный руководитель и тьютер, обязательно служба сопровождения, да, которые психологи, логопеды, дефектологи, и также педагоги-предметники, если они есть, да, то есть, ну, в начальной школе иногда сам учитель ведет какие-то предметы, но, допустим, вот у нас все предметники – это предметники, то есть труд, музыка, физкультура, изо, ритмика – все эти педагоги видят ребенка, все эти педагоги с ним контактируют, соответственно, они тоже, у них появляются какие-то задачи обязательно, да, и они тоже заполняют этот ИПКР. ИПКР заполняется на каждого ребенка в классе, а вот уже АОП заполняется только тогда, когда есть необходимость. Мы про АОП и АОП тоже пробежимся немножко. Итак, структуры ИПКР. Так как этот документ заполняется уже, повторюсь, на каждого ребенка, мы старались сделать так, чтобы он не был каким-то объемным, каким-то большим и таким трудоемким. То есть самая главная цель была, чтобы это был рабочий документ, чтобы он действительно работал, а не просто отписаться, положить его где-то, да, и он полежал там полгода, потом внесли правки и еще раз полежал полгода. Нет. А для того, чтобы документ был рабочим, мы с вами все прекрасно понимаем, он не должен быть вот таким вот огромным, да, и непонятным. То есть максимально маленькая структура и максимально заполнение, потом сейчас тоже поговорим, оно тоже достаточно простое. Итак, вот так он выглядит. Первый титульный лист. На полугодие, да, сразу замечаем, то есть это делается на полгода. Фамилиями ребенка все понятно. Вот то, о чем я говорила. Смотрите, здесь мы прописываем специалистов, которые работают с этим ребенком. Логопед, психолог, дефектолог и тьютер. Форма работы с этим ребенком тоже прописывается и количество раз. Допустим, смотрите, здесь вот написано. Логопед. Групповая, индивидуальная. Групповая – это один раз в неделю по 40 минут. Это у нас фронтальная такая работа. И индивидуальная – два раза в неделю по 20 минут. Но она может быть также и один раз в неделю по 40 минут. Да, если ребенок достаточно выдерживает, если нету каких-то, так скажем, запросов именно на двухразовое по 20 минут, можно и один раз в 40 минут. В этом ничего страшного нет. Психолог – тут уже, конечно, другая история. Группа – один раз в 40 минут и индивидуальная тоже в 40 минут. Дефектолог. Группа – индивидуальная. Но по нашей практике, я могу сказать, чаще всего все-таки учитель-логопед берет два раза по 20, конечно, потому что это более продуктивно. А вот именно учитель-дефектолог вместо два раза по 20, потому что нужно поработать какие-то академические в основном параметры, она берет один раз в 40 минут. То есть это более такая рабочая схема. Ну и тьютер, посмотрите, да, сопровождение ребенка в классе. Мы сделали так, чтобы это могли пользоваться и другие школы, поэтому здесь есть какая-то вариация на протяжении учебного дня или на отдельных уроках. То есть есть такая история, когда в нашем центре, допустим, тьютерское сопровождение постоянно, у нас один тьютер обязательно на классе стоит, то есть это в течение всего учебного дня, и не только учебного, в остальных каких-то моментах тоже. Но бывает, в других заведениях тьютер не может постоянно находиться в классе. Это тоже решаемо, тьютерское сопровождение на каких-то отдельных уроках, где необходима вот именно помощь этому ребенку тьютерская. И вот оно дальше. Наши специальные условия. Давайте мы, я быстренько, временной режим, организация пространства класса, организация рабочего места, вспомогательные средства. Здесь опять-таки, смотрите, для упрощения уже есть какие-то варианты. Допустим, временной режим, гибкий график, щадящий режим и постепенное подключение к классу. Что это обозначает? Гибкий график, дополнительный выходной. Все мы слышали, все мы знаем, да, часто берут, и вместо пяти дней учатся четыре дня. Дальше, щадящий режим. Когда ребенок приходит первый год обучения в первый класс, он первый триместр обучается по сокращенному режиму. То есть у нас уроки начинаются в 9.30, чтобы было понятно, да, а заканчивается для первого класса первого года обучения первый триместр в 12.30. С обедами, с завтраками, со всеми режимными моментами, но вот по такой сокращенной системе. Обычно это час или два, да, то есть вот они первый триместр обучаются только так. И при этом у ребенка может быть еще и дополнительный выходной, да, то есть при заполнении мы напишем и это, и это. И постепенное подключение к классу, ну это вы понимаете, да, если ребеночек находится на индивидуальном режиме обучения, то он, конечно же, постепенно-постепенно его подключаем в класс. Бывают моменты, когда, в принципе, потом это невозможно, тогда ребенок приходит на индивидуальный учебный план. Дальше, организация пространства класса. Вот здесь вот смотрите, организация пространства класса и организация рабочего места, это вот разные вещи, да. То есть пространство класса не так много вариаций, потому что это класс, это классно-урочная система, поэтому ребенок, ну, как бы мы тут не сильно варьируем. То есть это выбор оптимального места, соответственно, именно в классе, да, и индивидуальная маркировка мебели. Имя его, если какие-то вещи остаются в классе, то тоже маркируется, то есть это именно то, что работает в классе. А вот уже организация рабочего места, здесь, конечно, очень много вариантов, что можно сделать, да. Ширмы, отдельные парты, наклонные поверхности, под подушки специальные на стулья. У нас был такой пример, мальчик первое время отказывался сидеть на стуле и работать. И так поняли, работая с ним, что ему нравится фитобол, да, то есть он за партием, маленький фитобол, он садится, и он не прыгает, он работает. Это продуктивно, естественно, потом, работая с ним, этот фитобол убирается, да, то есть он переходит все равно на стул, а фитобол остается на перемене. Но у каждого свое, все равно мы это здесь пропишем на первое время, да. Соответственно, дальше тоже визуальные инструкции, любые. Визуальные правила поведения, которые могут быть на его парте, визуальные до-после, да, вот вы сегодня были у нас на экскурсии, вы видели все это. У нас на партах куча всего, на доске куча всего правила поведения и все остальное. Дальше, вспомогательные средства, их тоже очень много. Наушники, утяжелители, жилеты, плечевые подушки, стул со специальной накладкой, фитобол вместо стула, вот то, что я говорила, да, сенсорный бокс для разгрузки. Приспособление для письма, система поощрения пищевой и материальной цены, система альтернативной коммуникации, да, книга и карточки ПЭКС. Мы тоже выбираем подходящий для ребенка, в соответствии от ребенка, вариант и оставляем его здесь. Есть какие-то вопросы по вот этим? Поехали дальше. Здесь же технические средства обучения, специальные дидактические материалы, формы, условия оценки достижений. Технические тоже все понятно, планшеты, диктофоны, микрофоны, коммуникаторы, таймеры, часы, калькуляторы, все, что только душе угодно, что подходит нашему ребенку, мы все это здесь оставляем. И посмотрите, вот здесь вот, да, единственное, что есть указать, с какой целью, то есть для чего нам это нужно. Мы, конечно, можем прописать, что ребенку там нужен планшет, но если непонятно, для чего он нам нужен, да, мы не отразим всю цельную картину. Вот, соответственно, дидактические материалы, специальные учебные пособия и адаптированные задания. Могу сразу сказать, допустим, у нас первые два года обучения, в принципе, учебниками мы не пользуемся, нету ни одного пока учебника, который вот так вот можно взять, положить и работаем, да. Все это мы прекрасно знаем. Сканируем, добавляем, убавляем, компонуем, то есть откуда можно, где, что только не подходит, да, сами создаем тетради, сами все это делаем, скрошеватели нам в помощь, вот. Вот, поэтому, конечно, это все здесь. И формы и условия оценки достижений. Такой, знаете, на самом деле этот блок достаточно спорный, но не здесь, вот в АОПе, да, он спорный, а вот здесь все очень четко и понятно. Форма оценки и организационные условия, то есть как будем оценивать, то есть возможность адаптированного ответа, адаптированные тесты, адаптированные контрольные работы, но они и так, в принципе, у нас адаптированные, вот. И условия, какие нужно, да, для реализации увеличения времени, изменения обстановки, особые приемы организации процесса оценки достижений, ну и как оно, да, наглядные опоры, алгоритм выполнения отдельных наиболее сложных видов заданий. То есть у нас у некоторых на партах существуют такие подсказки даже не как поведение, да, а прописной алфавит, таблица умножения, да, и все остальное. То есть эти такие шпаргалочки, они есть на столах, и это как организационные условия для выполнения каких-то заданий, в том числе и контрольных. Так, с этим блоком закончили. И вот поехали, наша коррекционная работа. Смотрите, как мы сейчас делаем. Какие у нас здесь есть блоки? Направление коррекционной работы, индивидуальные планируемые результаты, исполнители и результативность. Для того, чтобы я дальше поехала объяснять, сфотографировали, я переключу быстренько на результативность, чтобы нам понимать, да. Смотрите, результативность – это баллы. От нуля до четырех. Ноль. Не выполняет совсем, да. То есть если мы ставим какой-то планируемый результат, но ребенок, ну вот, ну не делает, вот совершенно ничего не делает. То есть он не держит ручку, я не знаю, да. То есть там не может самостоятельно сходить в туалет даже, ну, с напоминанием, без напоминания. То есть, ну, нет у этого, не выполняет. Выполняет с постоянной помощью. Помощь у нас тютерская или учителя, да, и что мы знаем. С помощью, с постоянной, это физическая поддержка, да, это вербальные подсказки. То есть если нет этой помощи, то он не выполняет. Это единичка. Вот двоечка посерединке, если он выполняет, но с частичной помощью. То есть он может немножечко сам сделать, и ему уже не нужна физическая подсказка. То есть мы не поворачиваем голову, да, не берем его руку. То есть физическая подсказка ушла, но осталось вербальные, жестовые подсказки остались. И он достаточно быстро перестает нам показывать этот навык, да. То есть он есть, но не всегда. Это двоечка. Три. Выполняет сам с опоры на визуальную подсказку. Да, то есть не на слух, а именно вот на визуальную подсказку. И четвертое, ну это космос, выполняет полностью сам. К этому нужно, конечно, стремиться. Итак, вернемся. Поэтому здесь, смотрите. Направление работы, индивидуальные планированные результаты. Кто за это отвечает? И результативность. Результативность у нас три столбика. Начало. После диагностического периода прошел консилиум. К консилиуму уже готовые ПКР-ки. На консилиуме вносим изменения какие-то, да. И вот оно готово. И первые баллы уже проставлены. На начало, то есть мы ставим такой планированный результат, чтобы на начало было либо 0, либо 1. Да, то есть, ну, двоечку мы, конечно, возьмем, если как бы все хорошо, да, и двоечка, но мы хотим достичь четверочки прям, да, тогда мы, конечно, возьмем двоечку. Ну, а так, в основном, что наиболее, да, это 0 и 1. Также на середину, так как создается ООП на полгода, мы говорили вначале, да, также на середину вносятся коррективы, проставляются баллы, соответственно, все так же. И, ну, наконец, понятное дело, наконец. То есть вот поэтому мы с вами сначала проговорили про результативность. Смотрите, индивидуальные планируемые результаты. Здесь всего четыре графы. Почему? Не больше, там, не меньше, да. Смотрите, четыре, в принципе, планируемых результата на полгода – это достаточно. То есть вот действительно, потому что из этих четырех вот стопроцентно какой-то дойдет до конца года. Потому что за полгода исправить, точнее, поставить вот эти планируемые результаты, достичь четверки, ну, практически невозможно, да. То есть можно достичь тройки, можно прям хорошей двойки. И мы оставим это до конца года. Но так, чтобы это действительно работало, мы не будем пихать туда все, там, 10 каких-то планируемых результатов, да. Я хочу там то-то, 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 то-то. Нет, давайте определимся, да, давайте поймем, что наиболее важно на этот момент, и с чем мы действительно можем работать. Соответственно, поэтому их мало. Вот, ну и по пунктам. Коррекция нежелательного поведения. Планируемый результат. Допустим, ставим, что, да, ребенок сидит под партой. Вот мы так, да, нежелательное поведение, нежелательное поведение. Соответственно, мы здесь пропишем, какой результат я хочу, что я хочу, чтобы он вылез из-за парты. Как я это в голове, да, у себя, как я поставлю эту цель. Соответственно, соблюдение правил работы в классе. Да, можно так. Кто будет этим заниматься? Вот дальше, исполнители. Над нежелательным поведением работают все. Да, то есть все, начиная от логопеда, психолога, несмотря на форму работы, несмотря, что это класс или это индивидуально, да, над этим навыком будут работать все. То есть, значит, здесь, в исполнителях, мы можем прописать кого-то одного, допустим, психолога, да, ну так в основном. Но также мы можем написать и учителя, и тьютера, и логопеда, и дефектолога. То есть здесь это не страшно. Соответственно, поставили задачу, плывем дальше. Формирование стереотипа учебного поведения. Этот блок, в принципе, такой вот учитель и тьютер, да, то есть вот двое, кто прям его заполняет, отлично себе ставит цели, задачи. Допустим, учитель, да, поднимать руку во время ответа, да, выходить к доске. То есть вот он, учебный стереотип, который мы формируем. Дальше. Навыки коммуникации и социального взаимодействия. Этот блок чисто психолога, да, то есть общение в группах, приветствовать одноклассников, называть их по именам. Это тоже планируемые результаты. То есть нужно понимать, что планируемый результат, он должен быть таким небольшим, но емким, да. То есть, ну, не надо расписывать там, чтобы правила поведения в школе, их слишком много, да. Мы сужаем правила поведения в классе. А еще можно сузить правила поведения на каком-то уроке, да. То есть даже вот так можно сузить, если мы понимаем, что задача слишком большая. Какие-то вопросы по этому? Сейчас. Да-да-да, всех найдем. Но у нас, понимаете, у нас на классе, как бы учитель начальных классов, он же дефектолог. В принципе, да, то есть, ну, оно вот так же идет все вместе. Вот. Развитие речи. Сами знаем, чей блок. Вот. Учительский и логопеда. Дальше. Развитие познавательной деятельности. Вот здесь у нас приходит дефектолог замечательный. И также учитель. Коррекция моторного развития. Смотрите, в некоторых ИПКРках, если что-то не нужно, мы убираем этот блок. Да? Да. Ну, если да. Но здесь у нас, почему я говорила вначале, что заполняют все. Допустим, почему бы учителю физкультуры не записать в этот блок то, что он хочет. Да? Также ритмика. Ну, то есть, да, какие-то вот такие вот моменты, пожалуйста. Дальше. Социально-бытовые навыки у нас в основном ложатся на тьютерское сопровождение. Походы в туалеты, в столовые и все остальное. Гиена, переодевание на физкультуры. Это вот как бы, да, такое тьютерское сопровождение. Преодоление трудностей в формировании академических навыков. Также учитель, дефектолог. Все они здесь, в этом блоке. Все. То есть, да, понимаете, небольшой документ. И, в принципе, удобный и достаточно рабочий. Немного задач, все, чтобы работало. Это ИПКР, это то, что заполняется на каждого. Давайте по ИПКР есть какие-нибудь такие? Два-три вопросика. Мы его будем сегодня заполнять, но мало ли. Но пока нет, уже потом они появятся. Как часто он заполняется? На целый год или? Раз в полгода. Раз в полгода. А вот следующий документ, не знаю, знакомы вы с ним или нет, это уже Талмуд, как мы его называем. Большой такой вот прям фундаментальный документ, который составляется не на каждого ребенка в классе. Который составляется на определенных детей, которые испытывают значительные трудности в обучении. Прямо вот значительные. И именно в обучении. То есть, если ИПКР мы больше отражаем поведенческие какие-то моменты, которые мешают ребенку овладеть той или иной программой, то ИПКР описывает все вместе. И поведенческие моменты, и образовательный компонент, и универсальные учебные действия. Они похожи. Смотрите, у них есть, конечно, общие сведения, это понятно. Одно и то же. Создание специальных условий. Такая же история, что и ВПКР. Чем прям вот сильно отличаются? Планируемые результаты освоения предметных областей. То есть, тут в ООПе появляются уже предметные области. Дальше. Планируемые результаты формирования УУД. Тоже того, чего нет. Это обязательно здесь. Дальше. Планируемые результаты кредитационной работы. Так же, как ВПКР. Результативность. И вот последний пункт. Анализ достижений планированных решений. Результатов. На первый взгляд, это такое, да, ну, прошел ООП, да, написали что-то, выжимку, что получилось, что не получилось. На самом деле, мы потом увидим, это тоже достаточно. Трудоемкий процесс, потому что нужно отразить все. Получилось ли, не получилось ли, почему получилось, а почему не получилось. И какие дальше мы будем принимать попытки, да. То есть, анализ достижений планированных результатов тоже очень важная часть. Итак, вот она, программа. АОП заполняется всеми. Вот прям всеми. Сейчас вы увидите, почему. Ну, основная, конечно, масса заполнения, ну, по заполнению ООПа, это учитель, который стоит на классе. Да, то есть, вот процентов 80. Сразу, да, видим, что немного отличается первая страничка. Здесь уже данные по ребенку достаточно развернуто. Мы видим здесь и фамилию родителей, да, и фамилию ученика, специалистов тоже, тьютера. И обязательно отражаем такие моменты, как выписываем сюда рекомендации, что рекомендовано по МПК. Дальше, что прописывает, да, по МПК, какие занятия, с кем, тьютер, не тьютер, мы знаем, да, сейчас по МПК это тоже все прописывается. Какой вариант, какая модель или форма обучения. И срок реализации об учебный год, в отличие от ЭПКР, да, то есть, это большущий документ, который мы делаем на целый год. Вот, ну и наличие инвалидности тоже указываем здесь. Уже видели, да, уже знаем. Дальше. Да, 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 да. То же самое, да, вот о чем мы говорили. В принципе, можно переносить из ЭПКР вот сюда, чтобы, ну, лишней работой не заниматься. То же самое. И вот начинается самое первое, да, наше значительное отличие. Планируемые результаты освоения предметных областей. Что здесь? Мы, допустим, понимаем, что ребенок учится при программе 8.2. Программа 8.2. У нас есть стандарт, в котором прописано все, да, и мы знаем, что по этой программе ребенок должен знать и уметь. Именно академические знания. Но также мы понимаем, что в каждом предмете у него есть ямка, да, то, что он не умеет делать. И сюда мы это четко прописываем. Если мы ставим себе задачу, все ребята научились писать прописью, а он никак, мы обязательно пропишем здесь себе планируемый результат на период года, да, научить ребенка писать прописью. Вот прям даже вот такими простыми словами. Соответственно, эту задачу мы пропишем в предметной области. И так по каждому, да, смотрите, мы, естественно, будем выбирать только то, что подходит нам. Если у нас 8.3, да, мы вот эту строчку уберем. Она нам не нужна. Соответственно, перейдем уже на чтение. Если у нас 8.1, 8.2, мы вот это чтение уберем, оно нам не нужно. Здесь просто все. Также, если, допустим, математика, мы хотим, чтобы ребенок научился считать в пределах 10 по числовой прямой, хотя бы так, мы поставим тоже здесь этот планируемый результат. То есть вот чем отличается. То есть мы затрагиваем предметные области. То есть если в ЭПКР мы работаем с коррекцией поведения, да, со всеми другими компонентами, с средой и все остальное, то здесь есть рабочая область, да, это именно предметные области. Смотрите, как еще делаем. Если, допустим, вот здесь вот музыка, да, учитель по музыке смотрит и говорит, у меня-то все хорошо, да, мы не уберем эту область, потому что она есть в учебном компоненте. Мы напишем то, что в соответствии с такой-то программой, да, то есть вот в этой строчке он напишет в соответствии с такой же программой. И смотрите, так же, как и в ЭПКРе, и везде не так много строчек, да, то есть мы действительно должны понимать, что мы не будем на каждый предмет писать по 10-20 каких-то планируемых результатов, хотя это на год. Ну, 5, ну вот, да, чтобы не перегружать на себя и чтобы это работало. Дальше. УУД. Без них никуда. Да. Тут специально есть такие шпаргалочки, да, так скажем, есть. Что мы формулируем? Мы формулируем, планируем мы результаты, исходя из наиболее приоритетных для развития конкретного ребенка универсальных учебных действий с опорой на таблицу наблюдений УУД. И она у нас есть. Сейчас я вам ее покажу, чтобы было понятно. Так. Вот и она. Смотрите. Сейчас вот так, вот, вот, вот так. Итак, поехали. Допустим, самый первый, личностный УУД. Что мы делаем? Для простоты заполнения, для простоты заполнения той таблички, да, у нас есть вопросы. Допустим, смотрим. Может ответить, кем является в семье и с кем живет? Не может ответить? Ноль баллов. Ставим сюда, да, ноль баллов. Дальше, называет членов семьи по именам, показывает. Не может, ноль баллов. Или наоборот, может, да, прям все идеально. Тогда, конечно, четверочку. Результативность везде одна. Прошу прощения, забыла об этом добавить, да, то есть от нуля до четыре у нас градации одинаковые, чтобы нигде не путаться. И как только мы заполнили эту таблицу, мы ответили на все вопросы, мы выбираем, где ноль, да, то есть может ответить, кем является в семье, с кем живет. Он не может ответить. Соответственно, я перехожу к своей вот этой табличке, да, личностной. И какой я ставлю себе планируемый результат? Научиться, называть себя, да, и кем он является в семье. Все очень просто, то есть из того, что мы заполнили здесь, вытекают наши планируемые результаты. Их достаточно немало, то есть прям вот немало. Это личностные, вот регулятивные, поехали тоже дальше иду, да. Так, следующие, так это регулятивные все еще. Следующие наши, это познавательные. Ой, 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 оно ускользает. Так, познавательные все еще. Так, вот, коммуникативные дошли. Смотрите, да, пугающее количество. Прям вот-вот пугающее. На самом деле не так страшно все это, в принципе, реально заполнить. Посмотрите, здесь графа у меня просто, это, ну, три ребенка, то есть, да, фамилия ученика, фамилия ученика. То есть, в принципе, на один вот вопрос сразу вот так вот по сеточке идете и тык-тык-тык-тык-тык, да, проставили на одного ученика, да. В диагностический период. У нас есть диагностический период сентябрь. До, у нас первые консилиумы, ну, мы послучимся. Да, на консилиуме вносятся коррективы. То есть, какая у нас практика вообще, да, чтобы понимать. Смотрите, сентябрь, у нас 5-1 система, да, триместры. То есть, 5 мы работаем, неделю отдыхаем, ну, каникулы. Соответственно, первые 5 недель – это как раз вот наш диагностический период. На первой неделе каникулы у нас собирается консилиум. К консилиуму, да, в принципе, уже понятно, кому нужен АОП. И еще самое важное, я скажу, дети первого года обучения, самый первый год, который только приходит в школу, на них АОП не заполняется. Потому что первый год обучения, да, мы сами прекрасно знаем, что это прям такая серьезная работа, и все может измениться в любой момент. Соответственно, первый год обучения именно АОП не заполняется и ПКР обязательно, АОП нет. Поэтому, когда мы уже ребенка видим второй год, нам хватает диагностического периода, чтобы заполнить АОП. Потому что на конец года, когда у нас проходит консилиум, мы уже понимаем, что в следующем году я буду вот на этого ребенка писать АОП. Соответственно, я уже начинаю как-то думать. И после диагностического периода прошел консилиум, внеслись изменения, и у нас две недели для того, чтобы АОП уже был полноценный. Да, то есть, как бы, получается, ну, к концу октября это уже документ, который подписан родителям, и уже это рабочий документ полностью, и до конца года, прям вот до мая. Да, нужно. Теперь еще вопрос. Он на второй класс вообще или на всю начальную школу? Вот может ли ответить, если он живет? Это каждый год, по-моему, отвечает? Это каждый год, да. Это вот единое на всю начальную школу. А они адаптированы или это как? Конечно, это очень долго разрабатывалось, очень долго, потому что мы понимаем, что если переделывать вот эту вот историю ежегодно, да, ну, это практически невозможно. Поэтому у нас такая универсальная на всю началку. Да, конечно. А вот есть какие-то основания, что первый год не дополняется? На какие документы, может быть, есть ссылки? Только у нас здравоохранение. Ну, тут... Нет, что тут не надо заполнять. Нет, на самом деле, да. Если это вообще образовательная школа, то основания для тех, как она у нас составляет? Само собой. То есть, если ребенок изначально такой упыкаемый профессиональный вариант программы, то нацом требуется адаптированную программу. Не важно, когда он пришел. Ну, как он будет. Но надо его пока, ну, и пишется, на основании этот проект, который вы... Да. Ну, опять же, опять же, мы первые. Нет, но это просто специфицировано. Да, я сейчас говорю про нас. Нет, на самом деле, если требуется, да, то нужно заполнить. Да. Вот, в смысле, весь вот перечень, я просто не знаю, как... Я могу только уменьшить, но тогда не будет видно. Нет, просто вы повесите некоторое выстроение и все спрашиваете. Да, можно у меня взять. Да, можно взять у меня вот после того, как мы отчитаем. Да, можно, конечно, это все будет взять. Да, без проблем. Вот так, возвращаемся. Да. Соответственно, все понятно, да? Здесь также ставим вот эти задачи. Таблицу заполнили. Нули, единички. Все сюда запихнули. Так. Дальше. Дальше. Наш ИПКР, да? То же самое. И вот оно последнее, чем... То есть, понятно, да, АОП отличается прям вот сильно, это тремя моментами. Предметные области, УУД и анализ достижений планируемых результатов. Здесь вот прям вот все, да, анализ достижений планируемых результатов, освоение предметных областей. И поехали, да. То есть, по предмету такому-то показал наличие стойкой положительной динамики. Однако, на конец учебного периода указать, какого планируемые результаты по тему полностью не достигнуты. Ну, это такая рыба, да, понятно. То есть, понятно, что здесь внутри будет достаточно большой кусочек, потому что мы берем какой-то предмет, говорим о том, что вот то-то, то-то, то-то мы достигли. Вот это мы не достигли, мы это переносим на следующий учебный год, да. Либо мы меняем, здесь тоже это отражаем, мы меняем формулировку или ставим другую задачу, более узкую или более широкую, да, в этой же области. То есть, вот так. Также с УУД то же самое, да, в результате оказания комплексной помощи обучающей учителям и специалистов психолого-педагогического сопровождения были достигнуты все запланированные результаты. Это, конечно, прекрасная идеальная картинка, да, но они не достигнуты, точно все, да, какой-то будет выпадать. И мы пишем, что все, кроме вот такого-то, да, соответственно, меняем дальше. Также здесь анализ достижения планируемых результатов коррекционной работы. Также, да, и заключение. На момент окончания действия АОПа обучающий сохраняются трудности, требующие разработки АОП на следующий год, а может быть такое, что и не требует. Мало ли, да, все бывает. Действительно, ребенок хорошо работал, хорошо работала служба сопровождения, отлично все сгруппировали, и родители в том числе, да, поддерживали это все. Еще самое важное, что и ИПКР, и АОП подписывают родители. То есть, они знакомятся с этим документом обязательно. И еще, что самое такое, да, что они действительно могут согласиться или не согласиться с каким-то пунктом. Здесь тонкий лед, да, прям. Если не согласятся, то просто переделывать. Переделывать. Ааа. Тонкий лед, да. Поэтому это вот обязательно. Так. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Это за лекцию. Итак, что мы сейчас с вами сделаем? У меня есть... Да. Какое заключение? Анализ, вот этот последний, конечно. Вот анализ, да, ну, учитель. Но если, допустим... Смотрите, да, который коррекционно развивающийся работы, блок, да, то, что было у нас и в ИПКРе, там же заполняют все, и логопеды, и психологи. Соответственно, они заполняют этот блок. Да. Да. Предметный, естественно, учитель. УОД, учитель, да. Заключение, учитель. А вот это вот уже в комплексе. Итак. Так. Так, так. Попередавайте, пожалуйста. Смотрите. У нас есть небольшой кейс. Девочка. Я сейчас выведу на доску. Как мы с вами будем работать? Угу. Мы сейчас познакомимся с этой характеристикой. Я выведу на экран пустой ИПКР. И попробуем в режиме онлайн его заполнить. Да? Какие-то такие моменты, чтобы стало немножечко понятно. Смотрите, познакомьтесь. Там, может быть, поделиться. Нужно будет одну на двоих там. Или на троих. Да. Я так по полминутки буду листать. Спасибо. 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 Если кто-то здесь читает, пролистывай дальше. Продолжение следует... 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 нужны, да, мы видим, что Вика еще не держится за партой, да, соответственно, может быть, ей подойдет какая-то история сначала и потом, потому что мы, опять-таки, с характеристикой знаем, чем Вику зацепить, чем ее зацепить можно, что она любит? И еще она любит рисовать, да, поэтому можем делать такую ситуацию, сначала урок и задание, да, мелкий план, потом порисовать, да, то есть, понимаете, обязательно рабочие подсказки, визуальные подсказки на рабочем месте в виде алфавита, да, и, соответственно, визуальные инструкции сначала, потом, вот, и визуальные правила поведения мы обязательно, обязательно Вике на парту приклеим, что нельзя кусаться, что нельзя щипаться, да, тишину нашу любимую приклеим ей, обязательно, да, сидеть правильно, да, но мы, опять-таки, тоже нужно понимать, да, парта, конечно, у нас не имеет границы все-таки, да, какие-то, если мы натыкаем все-все-все, это будет перебор, соответственно, мы должны понимать, что Вике на парту мы наклеим что-то самое необходимое, да, вот прям самое-самое, но при этом все равно есть какие-то общие правила для класса, то есть именно Вике, допустим, не щипаться, ну, к примеру, да, а на доску всем-всем-всем сидеть тихо, да, то есть, ну, опять-таки, и там, и там у нее будет. Так, это с правилом поведения. Разобрались. Дальше. Следующий пункт у нас вспомогательные средства. Что мы можем предложить? Наушники, тяжелые, 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 подушка, стул, специальные капли. Давайте думать. Система подушку можно подушку? Можно подушку, да. Пойдет. Система подушения. Система подушения здесь чудесная. Какое для Вики ценное? Рисование. Ну, то есть, это что, в какой блок у нас войдет? Это пищевое, материальное или ценное? Ей важна похвала. Похвала в какой блок? В ценное, конечно же, да, у нас входит. А материальное это что? Присовать, да, соответственно. То есть, пищевое подушение, в принципе, Вике неинтересно. Она достаточно, как мы уже поняли, ну, обучается программе 8.2, которая, в принципе, соответствует, да. Пищевое подушение мы часто принимаем, применяем именно, да, программ 8.3, 8.4. То, что вот прям вот здесь и сейчас, да. Сделал, получил, покушал, вкусно, здорово, понял. Вот так. Значит, накладки нам никакие не нужны, да. Мы это все уберем. Приспособление для письма. Здесь мы это оставим обязательно, потому что приспособление для письма, даже ручка с насадкой, да, с обычной резиновой трехгранной ручкой или карандаш трехгранный, все это и есть, да, наше техническое средство, наше приспособление для письма. Убрать мы это не можем, это всегда, к любому ребенку мы это будем оставлять. Сильный нажим, скорее всего, да, мы отталкиваемся от того, то, что у нее вообще общий тонус, да, тонус. Соответственно, это массаж можно делать. Так. Дальше. Вика у нас говорящая. Убираем, да. Итак, пищевое поощрение мы тоже убираем. Остается у нас материальные цены. Дальше. Следующее. Что у нас? Техника. Мы, да, вообще в дальнейшем, да, все вообще описываем. Просто мы сейчас у нас в целях экономии времени, да, то есть нет, обязательно после каждого, да, то есть вот как и здесь указать, с какой целью, что это именно, что это порисовать, что это похвала учителя, да, что ей это очень важно. Визуальное, если есть такое, не знаю, используете вы или нет, но вы обязательно видели это у нас в кабинетах, у каждого в кабинете висит такое полотно, розовенькое, желтенькое и черное, да, с фотографиями детей. Это потрясающе работает на любом уровне, да, потому что ребенок... Сначала не очень, вообще непонятно, да, куда мои фотографии переставляют, вверх, вниз, ну и ладушки, да, и ничего страшного здесь нет. Но когда ты это подкрепляешь эмоционально, а потом, когда появляется вот эта связь учитель с учеником, и когда учитель, да, с кем ты подвязан, начинает говорить, вау, то есть не стесняться этих эмоций, и тогда, тогда именно вот это вот поощрение, да, в виде учителя, который перекладываете, она отлично и говорит, что это просто супер, оно работает, то есть тогда ребенок мотивируется. Так, дальше технические, да, планшеты, диктофоны, микрофоны, таймеры, часы. Смотрите. Вот, да, правильно. Да, учитывая, что она отсиживает определенное только количество времени, у нас есть таймер. Здесь без тьютера не обойтись, да, когда вообще существует проблема, что ребенок не сидит за партой определенный кусок времени, очень важно его, конечно, переключать. Но в рамках, когда 8 человек детей и один учитель, ну, согласитесь, да, это очень тяжело, это практически нереально, когда вот один постоянно вскакивает, да, другому нужно еще что-то, третьему руку подержать, чтобы он писал, да, а четвертый убежал вообще в туалет. Это, понятно, не очень работает, и таймер здесь тоже. Естественно, есть общий таймер на класс. Обязательно там, вот прям урок, там вот 40 минут или 35 минут, это общий таймер. Но если нужен какой-то свой таймер, тогда это делается уже вместе с тьютером, проигрывается эта история. То есть обязательно какой-то ее маленький таймер, что ты выполнила задание, что вот такой определенный кусочек, или просто не выполнила задание, такой кусочек времени, ты должна просидеть, и потом ты получишь какую-то похвалу, да. Что можно делать именно вот с Викой? Ей можно на парту, вот сюда в уголок, прикреплять листочек, пустой, да. И если она это сделала, таймер зак... Пусть она разукрашивает, ну, либо разукрашивает, либо пустой, то есть она пусть порисует в рамках, но сидя за партой, то есть, понимаете, ей уже не нужно куда-то вставать. Она понимает, то есть она это сделала, хоп, таймер приключили еще на следующее занятие, все равно во время урока есть какие-то, да, такие заминочки, учитель что-то объясняет, или кто-то там что-то доделывает, да, сижу, жду, и все остальное. То есть вот в таком режиме это все можно. И здесь все это описывается, да, таймер, часы, то есть таймер, и в скобочках зачем, да, для того, чтобы научить ребенка высиживать определенное количество времени за партой. Это нам еще далеко, это только первый класс. Так, специальные дидактические материалы, материалы, ну, адаптированные учебные задания мы пишем, естественно, всем. Это всегда, и всем это понятно. Если нужен номикон, линейка Абакчи, слова прямая, определенные учебники и прочее, тоже это обязательно здесь записываем, потому что некоторые пользуются номиконом, а некоторые не пользуются номиконом, да, а некоторые в классе, даже в режиме класса, некоторые берут номикон только для двух-троих детей, да, остальные в обычном режиме работают. То есть тогда это тоже здесь обязательно прописываем. Смотрите, числовая прямая, в принципе, числовую прямую тоже прописываю всем, потому что в дальнейшем, когда идет уже числовой период, но у них уже он идет, вот эта наша линейка на партии приклеенная, да, она же продублированная над доской, она же еще миллион раз где-то продублирована, это обязательно, да, потому что вот это вот визуальное, это должно быть, вот. Но это мы с вами, помните, да, прописывали выше, когда подсказки писали. То есть, в принципе, здесь это, если вот какие-то прям основные такие, только здесь вот учебный материал, это удалим. Так, ну и форма оценки у нас пошла. Адаптированный ответ, да, адаптированные тесты, адаптированные контрольные работы и диктанты, только вписывали, ну, здесь мы оставим все, да. Почему? Потому что это 8-2, и все равно, рано или поздно, мы придем к какому-то тестированию, да, которое спустится сверху или еще что-то, и мы должны как-то объяснить, почему не получается, как-то объяснить, почему в общеобразовательной школе дети там все сидят, пишут самостоятельно, да, а у нас ребенок чуть ли не всеми учебниками обложен, да, шпаргалками, и пишет этот тест, потому что у него вот так, потому что у него есть возможность адаптированного ответа, да, у него есть адаптированный тест, и мы можем также взять все это переработать. И также особые условия, то есть это не 40 минут, если нужно там 3 раза по 20 с выходом, да, куда-то, делаем так. Если нужно изменение обстановки, но это не так часто встречается, да, если, допустим, не в условиях класса, а в условиях какого-то закрытого помещения, кабинета, то, конечно, мы это сделаем, вот. Ну, поэтому тут мы оставляем, вот в первом мы оставляем все обязательно. Так, естественно, в скобочках, да, указываем, как это будет выглядеть. Обязательно. Ну, а давай, например, Вики, какие есть идеи в плане того, что можно в скобочках указать? Ну, или давайте без примера, Вики, вообще, какие вы знаете возможности адаптированного ответа? Как это может выглядеть? Символный какой-то. М? Символный. Да, да, может быть такое, конечно, да. Не сказать, не написать. Если у ребенка не работает рука, он может показать. Коммуникативная доска. Соответственно. Почему? Почему нет? Если мы... Планшет. Планшет подойдет, да. Тесты на планшете, да, можно перекачать, да. Ну, адаптированная контрольная работа и диктанты, понятно, да. Уменьшаем задание, увеличиваем или делаем его проще. Шрифт больше, да, абзацы по-другому. Ненужные, ну, нужные, конечно, предложения убираем, да, и все остальное. Вот. И также после диктанта, соответственно, мы понимаем, что есть и второй блок, это какие-то задания, да. То есть эти задания, которые идут к диктанту, мы тоже упрощаем. В основном. Я бы сказала, а у вас как вы песни руководите? Не очень хорошо. Вы не пробовали сразу печатными заданиями? Ну, хорошо так. Смотрите, такая история. Мы изначально учимся печатными буквами, да, писать. Вот. Печатные буквы, могу сразу сказать, идут у всех, да. То есть это, в принципе, такая история хорошая, особенно если осваивают образ букв и все остальное. То есть все замечательно. Потом мы делаем как? Мы обязательно обучаем ребенку именно письменными, прописными, да, прописному навыку. Если мы на какой-то год обучения понимаем, что нет, да, потому что бывает такое, что ребенок действительно не может овладеть этим навыком, но при этом он может печатать. При этом он печатать, и еще печатать не только на планшете, печатать, я имею в виду, писать печатными буквами. Пожалуйста. То есть мы вот... Ну, то есть это индивидуально, да? Индивидуально, совершенно точно. Что-то не дать, ну, то есть, да, как по программе, мы все равно не можем. Мы это с вами прекрасно понимаем. Есть какие-то такие столпы, да, на которых вот оно не обойдем. Но единственное, что мы можем потом, так как все-таки специфика, мы просто в дальнейшем говорим, прописываем, что вот так и так, да, в связи с такими-то особенностями человек делает вот так. Почему нет? У меня вот лично был мальчик, который печатал, и причем замечательно, диктанты писал без единой ошибки. И такими маленькими, но печатными. Очень хорошими. Так, ну и вот дальше. Подсказочек теперь у нас нет. Давайте попробуем, так как уже, да, по одному результату. Вот прям по одному накидаем. Коррекция нежелательного поведения. Какой планируемый результат мы можем здесь поставить для нашей Вики? Так, отлично, да? Не проявлять агрессивных реакций во время урока. Смотрите, давайте судим агрессивных реакций у нее, как и самоагрессия, так и агрессия на окружающих. Давайте определимся, что мы хотим убрать. В первую очередь. Верно, в первую на окружающих, да? Почему? Потому что это, в принципе, уберется по-быстрому. Самая агрессия, мы сами прекрасно знаем, что она убирается довольно-таки сложно, да? Это целый такой большой процесс. Поэтому нам нужно понимать, что мы первой своей задачей запишем это... Русский, русский. Ой, а почему она здесь пишет? Боже мой. Так. Везде, да? То есть, если она не закончила какую-то деятельность, если это, соответственно, мы прямо так и поставим не проявлять агрессию. Сию. В течение какого времени? Во время? Временной, да? Определим тоже. В течение науку. Да, можно так. Смотрите, кто будет исполнителем этой задачи, этого результата? Все, да? Все, все, все. Потому что мы будем отслеживать это на каждом моменте. У нас еще есть такая система, ну, не знаю, как в других школах, иногда психолога можно вызвать на урок, да? Ну, у нас он вообще приходит, в принципе, на урок, и он тоже может в течение урока наблюдать и дать потом направление работы, да? Сказать, как и что нужно делать. То есть, он, в принципе, тоже поучаствует в этом. Тьютор, понятно, да? Нон-стоп он всегда. Учитель, естественно, тоже. И психолог. То есть, это вот тройка, да? Здесь в исполнителях. Так. Также здесь, смотрите, что мы, да? Вот у нас есть вот это вот на начало года, это, ну, это, наверное, единичка, ну, не ноль, да? То есть, у нее бывает, что она не проявляет этого. То есть, ну, единичку поставим, да? И, а хотим мы добиться хотя бы там, ну, не проявлять совсем, если целый урок, да? Мы ставим эту задачу. Это реально выйти к концу года на четверку, да? То есть, вот, чтобы она отсидела. То есть, можно поставить следующую задачу не переменить совсем? Что-что? Следующая задача, можно быть, а не проявляет, а приступить в течение нового? Можно, 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 конечно. Можно, можно. Но просто там еще, на самом деле, у Вики еще куча всяких моментов, поэтому мы можем просто потом, когда, если это, допустим, в течение полугода уходит, ну, в принципе, вот такие моменты, да? Оно больше как соблюдать нормы поведения на уроке, да, так скажем. Ну, то есть, вот все, что вот мы перечисляем про агрессию соблюдает нормы поведения на уроке. Это, если все хорошо, то, в принципе, полгода нам достаточно, чтобы добиться этого результата. А вообще, вот так вот, неопременно работаем? То есть, мы ставим сначала, когда с чем урока не проявляем, а потом же мы работаем на перемене, когда уже на уроке, да? Ну, нет, конечно, конечно, можете, конечно, можете, просто... А тогда тяжело будет, понимаете? Тогда будете... Нет, смотрите, если мы, допустим, напишем, что не проявлять агрессию в течение всего учебного дня, да? Вот мы ставим такую классную глобальную задачу. Скорее всего, мы с ней не справимся. Мы вот реально не справимся, потому что в течение дня учебного все может случиться, и человек все равно проявит хоть какую-то негативную реакцию. То есть, эта задача, вот, как раз-таки, да, хороший пример именно глобальной задачи, да, которую мы, в принципе, сужаем. Потому что у нас цель не поставить какую-то здоровскую задачу, которая звучит хорошо, да, и которая, ну, работает. Нам нужно поставить такую задачу, в которой мы справимся, да. Мы выполним ее обязательно. А вот я правильно поняла, то есть, проявляться на математике очень много проявляла, а на русском совсем, вот, то есть, мы усредняем ее? Мы можем, да. Допустим, мы даже можем, знаете, как вот коррекция не желает поведения. У ребят очень быстро формируется классно-урочная система, вот этот учебный стереотип в режиме класса. Но потом ребята в этой системе, все у них здорово, они все сидят, они выучили все, все правила, и все хорошо воспринимают материал. Только ребята идут на музыку, допустим, вот у нас музыка, здесь в музыкальном зале. И вот здесь ребенок выдает, просто фонтанирует, да, любыми нежелательными проявлениями. Соответственно, мы тогда поставим задачу не проявлять агрессию на уроке музыки, да, или не проявлять нежелательное поведение на уроке музыки. То есть, вот так-то будет звучать задача. Потому что зачем нам действительно, ну, тогда, ну, опять-таки, все более конкретизировано. Так, стереотип учебного поведения. Какой? Любой. Тут вот прям вот. Так, это да, больше не желательно. Именно стереотип учебного поведения, да, вот что мы можем, что вот мы вот прям вот. А? Руку поднимать при ответе. Отлично. Выходить к доске, поднимать руку при ответе, да? Да. Так. Поднимать руку при ответе. Ответе. Да, учебное поведение. Но она там реагирует на, точнее, она видит визуальное расписание, да, но мы можем тоже добавить это. Вот, самостоятельно следовать визуальному расписанию. Смотрите, вот здесь вот, допустим, да? Поднимать руку при ответе. Что мы можем поставить? Если мы уже начали закладывать это, да, то мы тоже можем поставить единичку. Ну, потому что все равно, если у нас есть такая цель у учителя, да, что именно вот он хочет, чтобы дети поднимали руку при ответе. Ну, у каждого свое. Некоторые, в принципе, вообще-то не используют, да, поднимание руки при ответе. Вот. И, соответственно, мы поставим здесь единичку, потому что мы начали уже это делать, и у кого-то все равно там как-то, ну, получается. И, соответственно, под конец, ну, либо она всегда будет это делать, но, скорее всего, это такой достаточно сложный процесс, это не будет четверка. Но все равно, да, мы должны к этому стремиться. И самостоятельно следовать визуальному расписанию. Скорее всего, здесь что будет? Здесь будет, скорее всего, двойка, потому что она видит визуальное расписание в классе, да, она, в принципе, как-то, ну, следует ему, но не самостоятельно, да, полностью. То есть ей, может быть, нужна какая-то организующая помощь. Поэтому мы ставим здесь двойку, да, а самостоятельно, знаешь, должна быть четверка. И исполнителям, понятно, будут, кто у нас, ну, учитель, да? Да, и тютер. Так, навыки коммуникации. Так, обращаться за помощью к кому? К учителю, к тютеру, да, это можем прям, да, объединить, да, потому что, ну, такие две неделимые. Вот, отличная задача, на самом деле, да, потому что обращаться к учителю. К учителю. Вот, и давайте сузим, даже, вы знаете, не обращаться, потому что вообще детям сразу тяжело подойти и вот прям обратиться, да, то есть обратиться, это вот прям вот с просьбой какой-то, да, или вот с чем-то. А тут, скорее всего, если вот... То есть научиться играть, да, это такое, но это тоже много. Ну, вот смотрите, вот прям, если прям узенько-узенько, да, это знать, да, знать одноклассников по именам и называть, да, то есть не обращаться к ним, да, то есть слово обращаться, понятно, что сложное. К учителю еще можно обращаться, потому что действительно ребенок идет к учителю, значит, у него что-то, то есть у него какой-то посыл, это именно обращение. А одноклассников, знать всех одноклассников по именам и называть, да, в принципе, вот эта задача, она действительно вообще исполнима, потому что они приходят, они год могут учить друг друга. Я так сокращенненько. И называть. Так. Обращаться к учителю. Тоже, скорее всего, здесь будет не нолик, да? Потому что мы понимаем, что ребенок уже проучился какой-то период времени. И, в принципе, да, уже обращение происходит. Ну, а вот здесь, на самом деле, да. Да, а здесь как бы ноль. Действительно, вы совершенно правы. Так. Развитие речи. Логопеды. Есть здесь логопеды. Давайте подумаем, что может быть. Это можно работать все пять лет. Надо понимание мысно-речия. Ух, как, да. Это глобальненько, да. Давайте вот что-то вот простое. Соединение из двух слов. Предложение. Так. Предложение из двух слов. И понимать еще, что это предложение, да. И со смыслом. Предложение. Ну, это, да. Это тоже, да. Понимаешь, что это первый класс все-таки. можно знаете вот отличный день но только мы давайте добавим наверное что с опорой да то есть чтобы это было к это визуальная опора да то есть может быть ну как-то соединять слова в предложении два слова до в предложении но с визуальной опорой обязательно то что из головы естественно ну это никак не выплывет и не соединиться вот составление фразы до простой из двух слов да по визуальной опоре прекрасно вот тогда ставлю простой фразы при помощи визуальной подсказки это ноль да потому что скорее всего это будет новый вообще навык совершенно ну вообще да соответственно ноль ну и смотрите также развитие познавательной деятельности да поедем дальше мы так хотели по одному а муж по 2 под их так познавательная деятельность соответственно это учитель до дефектолог да 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 я глупость у нас это одна история давайте подумаем что можно здесь придумать познавательная деятельность да что что какие то вот такие вот набросочки сейчас я так ну из предметных областей при можно что-то взять ну у нее там да у нет более менее хорошо так отлично до формирование временных представлений они скорее всего у нее есть да но не на том уровне на котором нужно в рамках урока поэтому поставим единичку моторное развитие писать в пределах строчки вот еще отлично познавательная деятельность чудесно там есть такое да и что-то уже увеки есть такое да удерживаться в строчке потому что у нее это не только нам на математике это на русском и на всех и до удерживаться удерживаться в границах строки да что чтобы делать так моторная коррекция моторного развития да вот сейчас нам учите либо физкультуры или ритмики сюда что мы можем научить я не знаю а здесь скорее всего будет какой-то знаете пункт из серии вот да 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 потому что она может потом в дальнейшем нам помогать на любом уроке да то есть имитация это прекрасно так ну что поставим наверное да двоечку мы мне кажется потому что в принципе да и в урок физкультуры все равно там раза ты 4 да попадет ну как говорится да самостоятельно так социально бытовые вот да там прям это ярко да выражено до избирательность в еде мы не сможем поставить прям вот такую задачу ну планируемый результат до чтоб она ела все потому что в принципе избирательность в еде это наша вот самая такая да для детишек с раз то есть это вот их особенность некая с которой конечно же мы тоже работаем но прям это слишком глобальненько мыть руки самостоятельно да то есть без напоминания без всего поэтому здесь отражи отразим это самостоятельно мыть руки до и после еды пользоваться столовыми предметами отлично пользоваться столовыми предметами отлично потому что в принципе все и последнее преодоление академические тут больше да смотрите академические навыки да что мы больше тут понимаем под этим компонентом это работа именно в классе да то есть какая-то восприятие инструкции учиться ну уметь начинать и заканчивать что-то да именно вот с классом да да это вот общее по всем предметам вот да 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 на самом деле это очень хорошая глобальная на самом деле задача тогда можно как-то может быть сузить именно где да то есть как начать с какого-то то есть начать с какого-то определенного маленького компонента да допустим выполнять фронтальную инструкцию на каком-то этапе урока да то есть мы даже не будем здесь брать целый урок мы возьмем какой-то этап то есть мы прям вот судим этот момент потому что мы будем тут потихонечку фронтальная инструкция вообще тяжело да то есть а если он сможет если мы поставим удерживать фронтальную инструкцию весь урок ну это понятно конечно здорово но не сейчас вот соответственно мы прям судим как мы выполнять выполнять отлично да то есть понятно да что вот именно вот академические навыки входит ну и соответственно там написано что она уже примерно так немножко понимая да именно вот там про подготовку же было что-то соответственно мы поставим здесь наверное двоечку да то есть опять потому что это маленький кусочек и в принципе мы легко за полгода дойдем даже до четверки что она это будет делать самостоятельно полностью без помощи то есть поэтому да ну так давайте немножко смотрите уменьшу и мы поглядим на свой результат то есть в принципе за какие-то полчаса опять таки все вместе да понимаете мы смогли составить ипк что самое важное да единственное что мы не трогали вот здесь вот особо не вбивали внутри но все равно все понятно да особенно если есть варианты где выбрать и из чего выбрать и вот эти все задачи если мы просто прочитали вы просто прочитали характеристику вы не видели ребенка вы не общались с ним на протяжении какого-то времени да и то мы все равно смогли что-то как это из пальца тогда высосать да мы смогли поставить вот эти планируемые результаты мы смогли даже поставить баллы да смогли определить с исполнителем просто не стали записывать но тут и так все понятно то есть в принципе это это этот документ он не сложен то есть он упрощен до минимума до максимум точнее и при этом он рабочий да то есть мы здесь не выходили ни за какие рамки не ставили никакие колоссальные задачи мы просто поставить все задачи которые мы действительно можем выполнить и они выполнятся и тогда это будет рабочее что-то и тогда и родители будут рады ну и слава богу мы тоже и ребенку только польза вот так что так давайте какие-нибудь вопросы вообще нет проверять и контролировать конечно вот тот кто исполнитель записался тот в принципе и должен да то есть он должен проследить как во первых он занимается тем то что он занимается отработка этого навыка да то есть он этим занимается соответственно он будет прослеживать отработался это или нет но а если вы про какой-то не знаю вышестоящий орган то конечно же все ипкры просматривает заведующие отделением обязательно тоже сама подписывается в этих ипкр и и соответственно следить за выполнением каждого вот персонажа кто участвует каждого исполнителя это обязательно то есть ну такой контроль да изначально пишется аоп а потом ипкр или на нет ипкр да 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 так так ну на самом деле вы же все прекрасно знаете да бумажку можно придумать любую ну то есть да и вот так вот завалится педагогу до самых ушей ну к сожалению да но мы нацели на то чтобы сократить но смотрите у нас на самом деле допустим у тьютеров есть тоже своя документация в которой он тоже отражает вот эти вот все свои задачи отслеживает вот соответственно учитель отслеживает это в виде ребенка и написанием характеристики да и всего остального потому что характеристики прописываются результаты да планируемые соответственно что то вот из этого тоже обязательно туда войдет но тут более глобально естественно не так по задачам да да и у нас проходят всегда консилиумы на начало года на середину года и наконец и вот на этих консилиумах мы сидим и прям вот 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 и прям все разбираем да да обязательно да так какие-нибудь еще вопросы есть да кроме единственное что я сказал презентацию да нет презентацию к сожалению не скину я вот это пустограмму я имею ввиду и пкр обязательно скину это обязательно спасибо вам большое огромное спасибо 消ая